МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разрушенные дороги, затопленные дома и проблемы с энергоснабжением. Как в Дагестане устраняют последствия непогоды, обсуждаем с экспертом в студии. Новые фамилии в Народном собрании. Кто эти люди? Смотрите далее. Дагестанцы в тройке сильнейших. Подводим итоги фестиваля культуры и спорта народа в Юго-России в Крыму. Здравствуйте. Это итоги недели на МНТ в студии Патимат Ханапова. На этой неделе на Дагестан обрушилась стихия. Последствия оказались серьезными. Произошли массовые аварийные отключения. Ливни оставили без света более 30 тысяч жителей республики. Нарушено транспортное сообщение в нескольких районах республики. Обильные дожди выводят из берегов реки. На села обрушиваются грязевые сели и камнепады. А в Цумадинском районе в селе оговорит целый дом с мыло селевым потоком. О том, как устраняются последствия стихии, мы решили поговорить в студии с заместителем начальника МЧС Дагестана по гражданской обороне и защите населения Девришбековым Муслимом Шарафединовичем. Здравствуйте, Муслим Шарафединович. Сегодня мы будем говорить о последствиях непогоды в горных районах республики. И в целом хотелось бы поговорить о том, какая ситуация на данный момент в Высокогорье Дагестана, какие районы пострадали в основном и какие социально значимые объекты. Добрый день. С 23 числа начата нами работа. Мы данную ситуацию предвидели. И более того, 24 числа был получен соответствующее предложение от Гидромета, исходя из которого были изначально оповещены все органы местного самоуправления, министерства и ведомства. Ситуация складывалась достаточно быстро, когда не было долгое время света, связи, соответственно, и дорог. Давно такого у нас не было. В настоящее время основные работы завершены. Продолжаются работы в Тлератинском районе, Цунтинском районе и в одном населенном пункте Шамильского района. А ты в основном какие проблемы? То есть это дороги или может дома повреждены? То есть какие нарушения сейчас там исправляются? За весь период прохождения комплекса неблагоприятных явлений пострадавших домов было выявлено два в Тлератинском участке. И то оба дома они были построены фактически в пойме реки. И понятно было, что они рано или поздно все равно попадут. Уровень поднялся? Уровень реки поднялся и, соответственно, все это начало сносить. Но там удалось населению организовать инженерную защиту этих домов. Они частично пострадали. Если бы эти действия не были предприняты, то дома бы пострадали полностью. Ну и то видео, в котором в социальных сетях много раз крутилось, на России 24 канале в Сумадинском районе. Погвали. Рядом с Агвали дом. Он тоже, опять же, построен практически в реке. И понятно, что так рано или поздно все равно бы случилось. То есть во всех остальных случаях поврежденными являются только дороги, очень много участков дорог, в том числе на республиканских, ну и электроснабжения. В основном, наверное, местного значения дороги повреждены. Нет, на первом этапе у нас не было и транспортного сообщения с районными центрами. Долгое время, да. И мы вынуждены были отправить рабочие группы со средствами спутниковой связи для того, чтобы проходить всю эту дистанцию. И когда было очевидно, что они не пройдут, мы 26 числа уже применили авиацию нашу для оценки ситуации и авиацию Минздрава для того, чтобы оказать помощь тем нуждающимся людям, которые в этих районах живут. А ущерб уже оценен? То есть какая помощь будет оказана этим нуждающимся? Будет ли оказана помощь? В данной ситуации нуждающимися получаются организации, не сколько люди. Люди, они страдают из-за того, что нет электричества, нет дорог, а дома, имущество в целости. Поэтому данная работа проводится уже не самими министерствами, ведомствами, чье имущество попало в данную зону. Они задействуют свои резервы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. И если их недостаточно, то есть определенный порядок, обращаются в правительство Республики Дагестан. Ущерб оценивается уже в ходе, после ликвидации, на полную оценку ущерба дается практически месяц. У нас еще не завершены мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации, введенный главой Республики, он в настоящее время в этих четырех муниципальных образованиях действует. Стоит отметить, что все-таки непогода продолжается, дожди все идут и идут. Есть ли какие-то риски в будущем? Как сейчас обстоят дела? В настоящее время, именно сегодня у нас тоже есть неблагоприятный прогноз. Он идет со вчерашнего дня, с 30-го. Но на текущий момент прогноз не оправдывается. Или оправдывается частично в плане выпадения незначительного количества осадков практически на всей территории Республики Дагестан. А может вам есть что добавить, как-то предупредить население? В части, касающие населения, это в первую очередь, конечно, не строить дома там, где опасно. И анализируя стройки, это, собственно, и говорят сами жители этих сел часто, что вот как строили их деды и предки, вот где-то в том ключе и нужно строить. Сейчас население очень быстро забывает о том, что происходило там 5-10 лет назад, 20 лет назад. И стараются как можно ближе подходить к руслам рек, искать более живописные места. Не предусматривают риски какие-то. Да, не предусматривают риски. Ну, в целом, наверное, на этом и завершим. Спасибо, что пришли. Всего хорошего. Спасибо. Вам тоже всего хорошего и безопасного дальнейшего пребывания. Заур Аскендеров стал председателем республиканского парламента. На неделе состоялась первая сессия Народного собрания седьмого созыва. В заседании принял участие и в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. На повестке дня стояли итоги прошедших выборов, а также избрание нового председателя Народного собрания и сенатора от республики. Итоги прошедшей сессии смотрите в нашем следующем сюжете. Состав парламента Дагестана, сформированный по итогам сентябрьских выборов, обновился почти на две трети. Открывал сессию в Рио главы региона Сергей Меликов. Он отметил необходимость поднять уровень депутатского контроля и устранить недостатки в работе предыдущих созывов. Также глава посоветовал народным избранникам обратить особое внимание именно на социальные объекты. Сергей Меликов напомнил о ситуации, произошедшей в селе Львовское, где более 300 жителей жаловались на разрушающиеся учебные заведения. Смотрите, какое количество депутатов. Вы представляете каждый район. И насколько сегодня у нас в республике не реализуются те задачи, которые поставлены в том числе президентами страны. Потому что есть уровень исполнительности. Поднять уровень исполнительности можно только контролировать. Следующая школа, слава богу, началась, поэтому я обращаюсь к депутатам. И к тем, которые будут работать в комитете, контролирующем сферу образования, и тем, кто будет работать в комитете, контролирующем сферу строительства, и тем депутатам, которые будут представлять по поездочные районы северных мест. Обратите внимание на это. По итогам выборов парламент республики сформирован из трех партий. Единая Россия, Справедливая Россия и КПРФ. На первой сессии депутаты избирали нового председателя Народного собрания. Им стал Заура Скиндеров, а его первым заместителем Юрий Левицкий. Выступая, новый спикер выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что в первую очередь необходимо работать именно в социальной сфере. За каждым из нас тысячи избирателей со своими проблемами и надеждой. Считаю, что мандат доверия, который мы получили, это одновременный запрос на качественные изменения в жизни администрации, повышение их благосостояния. В первую очередь это вопросы социального характера, касающиеся поддержки нуждающихся, развития здравоохранения и образования, повышение заработной платы и другие. Также сегодня депутаты избрали сенатора от Дагестана. Кандидатуру Сулеймана Керимова внес на рассмотрение новоизбранный спикер. За проголосовали 85 присутствующих на сессии депутатов. Ни одного голоса против не было. Все, что сделано и делается для страны, республики, Сулейманом Абусеидовичем Керимовым, сегодня трудно перечесть. Он пользуется большим уважением и авторитетом в Дагестане и за его пределами. Как настоящий патриот, человек, которому не безразлична судьба России и родного края. Поздравляю, уважаемые коллеги, предлагаю, уважаемые коллеги, поддержать данную кандидатуру. Избранные депутаты представляют не все партии. Остается надеяться, что в своей деятельности они будут учитывать интересы всех жителей региона, независимо от партийной принадлежности и каких-либо других социальных различий. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, новости ННТ, Махачкала. Муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди посетил профессор университета Алясхар Адхам Тамам. Духовный лидер выразил радость встречи с ним. Он подчеркнул особое отношение наших предков к арабам. Ученый из Египта рассказал о своей деятельности в России. Профессор преподает в Болгарской исламской академии. Я прилетел в прошлом году. Три месяца преподавал и вернулся в Египет. И с началом нынешнего учебного года я также начал преподавать в академии. Наши преподаватели завещали те знания, которые мы получили, передавать ученикам, будь они арабами или не арабами. Я очень рад тем, что он преподает в Болгарии. И надеюсь, благодаря таким алимам, у кого есть таква, вара, это мутаалимы от них получат барракат. Из-за таких намерений мы тоже туда отправляем своих мутаалимов. Все знают, в Дагестане на хорошем уровне образование поставлено, но тем не менее, благодаря таким алимам, из-за них... В Крабудахкенском районе всю неделю работал межрелигиозный молодежный форум. Он имеет международный статус и проводится ежегодно. На этот раз в нем участвовали более 200 человек. На открытии побывал Хамзан Дурмагамидов. Межрелигиозный форум в Дагестане проводится вот уже восьмой раз. А за сюда приезжают молодежи из разных регионов страны и зарубежья. Участники представляют три мировые религии – ислам, христианство и иудаизм. На самом деле, я считаю, что это притворение в жизнь слов Всевышнего Аллаха. Он говорит, я создал вас, разделил на племена и народы. Для чего? Для Тааров, чтобы мы познавали друг друга. И вот подобные мероприятия, они служат инструментом для того, чтобы мы узнали, познакомились с культурой, осознали, что, в принципе, мы не враги друг другу. Укрепилось наше взаимоотношение, может быть, любовь, теплые чувства. Поэтому нужно общаться, нужно говорить, потому что если мы будем смотреть друг на друга со стороны, то это ни к чему хорошему не приведет. В этом году форум проходит в Карабудахкенском районе. Ребята пройдут семь дней на базе отдыха «Солнечный берег». За это время они не только познакомятся между собой, но и выслушают мнение экспертов. Сегодня наши общие враги, враги человечества, пытаются нам навязать агрессию друг к другу, пытаются вот это агрессивное настроение увеличить среди молодежи. Я думаю, подобные площадки будут причиной служить для того, чтобы вот эта атмосфера агрессии, она ушла, и более спокойно, спокойнее и миролюбивее друг к другу мы относились. В программу форума также входит развлекательная программа. Это как интеллектуальные, так и спортивные состязания, экскурсии и выставки, демонстрирующие культуру и быт разных конфессий. Главная цель – это приобщение к культурам друг друга разных конфессий. Три основные конфессии у нас в Республике Дагестан, и здесь от каждой конфессии определенное количество людей, всего более 200 участников здесь и 20 экспертов, которые будут знакомиться друг с другом, и не только, но и с культурой друг друга, с религией друг друга. На открытие форума приехал в Рио главы Дагестана Сергей Мелика. В своем выступлении он поздравил участников с этим знаменательным событием и пожелал удачного проведения молодежного съезда. Это мероприятие вносит заметный вклад в укрепление культуры, диалога, обеспечение тесного взаимодействия, совместной работы между представителями наших традиционных конфессий. И, безусловно, это способствует укреплению мира и согласия как в регионе, так и на всем Северном Кавказе. А с учетом того, что этот форум становится действительно традиционным, наверное, укреплению мира и благополучия на многих и многих территориях нашей необъятной роли. На церемонии открытия выступали как представители власти, так и религиозные деятели. Официальная часть завершилась культурной программой. Хамз Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Микбардов, телеканал НМТ, Карабудахенский район. А в Избербаше на территории базы «Прибой» прошел международный молодежный форум «Каспий-2021». Молодые люди из различных регионов России, прикаспийских государств и стран СНГ прошли семинары и тренинги, а также получили возможность реализовать свои идеи. В этом году на площадке форума проходит всероссийский конкурс молодежных проектов. Более 70 человек представили их. Гранты на реализацию своих идей выиграли 23 человека на общую сумму около 10 миллионов рублей. Молодежный форум «Каспий» проходит уже в девятый раз, но в этом году помимо образовательной и развлекательной площадки у участников появилась возможность представить и защитить свои проекты. Самое активное участие в конкурсе принимает именно дагестанская молодежь. На форуме заявлено 72 проекта, и из них больше 40 представили дагестанцы. До этого такой возможности не было. Такие грантовые конкурсы проводились только в рамках всероссийской форумной кампании и на крупных площадках, как Машук, там территория Смыслов и так далее. В этом году Федеральное агентство по делам молодежи пошло нам на встречу. И решило помочь нам в организации проведения своего собственного конкурса, куда подавали заявки молодежь. Обычно в Федеральное агентство по делам молодежи сумма грантов варьируется до 2,5 миллиона рублей в зависимости от того или иного конкурса. На нашем грантовом конкурсе мы сами установили планку совместно с федералами, и эта сумма составляет 1 миллион рублей на один проект. Участник форума Курбан Магомедов Арсений по образованию медик выбрал направление, связанное со здравоохранением. Рассказывает, что идея создания проекта у него появилась после практики в Каспийском ковидном госпитале. Мой проект направлен на обучение основам оказания первой помощи в городе Каспийск. Учитывая специфику нашего города с утоплениями и прочими чрезвычайными ситуациями, данный проект актуален тем, что оказание первой помощи вовремя, это как минимум необходимо. Не каждый человек может обучать основам оказания первой помощи, только сертифицированные и юридически закрепленные лица. Такими являются общества Красного Креста. И мы готовим пяти сертифицированных специалистов по первой помощи в нашем СУЗе, Каспийское медицинское училище имени Азидалиева. Однако не все участники приехали с целью защитить проект. Анастасия прилетела из Москвы, это ее пятое участие в форуме, но именно на Каспии она впервые. Признается, что тренинги и семинары, проводимые здесь, помогли ей оформить свою идею. И, возможно, в следующем году она уже приедет за грантом. Ее заинтересовало туристическое направление. Очень интересные спикеры здесь были, очень мотивируют. Мы разговаривали с психологом, сегодня мы целеполаганием занимались. И даже у меня появилось несколько интересных идей, которые по приезду в свой регион я планирую развивать и работать над ними. Я разрабатываю концепцию организации мероприятий, которые будут включать в себя просветительскую деятельность, волонтерскую деятельность, образовательную деятельность. То есть, допустим, это могут быть выезды в национальные парки с научными работниками, фотоохота, где ребят будут учить определять птиц по звуку, по тому, как они звучат. Либо, допустим, учить выбирать место для палатки, разводить костер. На площадке форума уже прошли семинары и тренинги, посвященные инновационным технологиям, формированию культуры межнационального общения и генерированию идей для создания проектов. Но помимо этого у молодежи была возможность пообщаться со спортсменами-олимпийцами и поучаствовать в различных соревнованиях. А результаты конкурса молодежных проектов станут известны уже сегодня, на официальном закрытии. В Махачкале открылся второй международный фестиваль народных театров. Показать себя и на других посмотреть приехали гости из семи республик и городов. Главное мероприятие осенью проходит в Русском театре. Открыл сезон фестиваля Абхазский государственный театр. Подробнее в нашем следующем сюжете. Яркие костюмы, народные песни, танцы. Собственно, это фестиваль именно национальных театров. По словам организаторов, он создан, чтобы познакомить зрителей с культурами разных народов. Я думаю, что каждый присутствующий из вас унесет отсюда немножко тепла, любви. Потому что каждый приехал сюда с чистым сердцем и открытыми помыслами. Первыми свой спектакль под названием «После захода солнца» представили актеры из Абхазии. Он об актуальных проблемах отношений в маленьких городах, в которых уживаются люди разной национальности и ментальности. Подростковая агрессия, поиск себя в мире, выстраивание отношений, зарождение любви. Материал, который хорошо ложится на нашу реальность. До 5 октября участники покажут дагестанцам свои лучшие спектакли от национальной драматургии до мировой классики. Все показы будут проходить на национальных языках. А для того, чтобы зрители могли наслаждаться игрой актеров в полной мере и понимать текст, который они произносят, им выдаются наушники с переводом на русский язык. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Спортивная делегация Дагестана заняла третье место в общекомандном зачете на фестивале культуры и спорта народов Юга России. 12-е по счету состязания с участием делегаций субъектов СКФО и ЮФО проходили в Республике Крым. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Второй день фестиваля культуры и спорта народов Юга России стартует с самых ярких событий. Это кульминация всего турнира, перетягивание каната. Здесь дагестанская сборная в числе главных фаворитов. С явным преимуществом восьмерка богатырей из Дагестана расправилась с тремя командами в подгруппе. Поочередно были повержены сборные Краснодарского края, Ростовской области и Севастополя. Вела наша дружина и полуфинальную встречу с Ингушетией. Однако травма одного из спортсменов не позволила нам показать максимум возможностей и пробиться в финал. 12-й фестиваль культуры и спорта в этом году расширил географию и охватил 14 регионов. К субъектам Северного Кавказа добавился Южный федеральный округ. Всего около 300 участников. Атлеты определяли сильнейших в 13 дисциплинах. Результаты выступлений в каждом из видов спорта влияют на положение в общем зачете. Шестой год. Весомый вклад в успехи команды Дагестана вносит Шахмир Гебедов. Махачкалинцу не было равных в стрельбе из лука. Соперники всегда были хорошие. Соперники тоже растут. Уровень в первых двух годах было, конечно, трудно. Надо было каждый день регулярно заниматься. Сейчас просто мне приходится чуть-чуть поддерживать свою технику и все. Самое главное уже не столько техника стрельбы самой, а вот как подходить к этому с моральной точки зрения. В шаге от медали остановились и наши футболисты. Многократные победители фестиваля успешно вышли из группы и пробились в полуфинал. В игре с командой Калмыкии подопечные Анвара Магомедова вели со счетом 2-0, но потеря концентрации в самой концовке позволила соперникам сравнять счет. В серии пенальти нам не повезло. Несмотря на некоторые неудачи, медали, завоеванные в первый день легкоатлетами, силачами, гиревиками и армрестлерами, а также успехи в борьбе на поясах, настольном теннисе и шашках помогли нашей команде войти в тройку сильнейших сборных. Вперед! Дагестанская делегация пропустила только хозяев фестиваля и сборную Краснодарского края. Команда сборная нашей республики Дагестан, я считаю, что, конечно, однозначно, я считаю, она могла бы более еще успешнее выступить. Но хочу отметить, что среди 15 команд республики Юга России, третье место, это довольно уж достаточно хорошо. Но я лично был уверен, что мы будем первой двойкой или чемпионами, или второе место мы будем. Однозначно. Но мы знаем, что в спорте ошибки не прошаются. Есть моменты, есть задачи, над чем нам работать дальше. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Алушта, Крым. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем канале. С вами была Патима Тханапова. До новых встреч.